Добрый день, дорогие друзья! Рада всех вас видеть. Сегодня будет необыкновенный концерт. Это я сужу по себе, поскольку ночь не спала, слушала трансляцию Евровидения, конечно, в ужасе. Но радость от того, что настоящая музыка будет звучать сегодня здесь. И вот я думаю, то ли Евровидение нам сюда пригласит, то ли все-таки Большой детский хор отправит на Евровидение, чтобы хотя бы один раз Европа услышала, что такое настоящая музыка и какие песни настоящие. Вот сегодня все песни будут настоящие. Гарантией их качества является тот факт, что по нашей традиции, сложившейся за два года наших встреч в этом зале, в этих концертах исполняется музыка композиторов, которые или учились в Московской концерватуре, или преподавали. А это знак качества мирового уровня. И поэтому песни такие красивые, интересные. Дети их с такой охотой поют, несмотря на то, что сегодня с утра рано здесь, на репетиции. Все это отрабатывали. Но все дети с радостью это делают. Итак, друзья, сегодня мы завершаем. Но завершающим концертом будет галл и концерт в одном из залов Московской консерватории в следующем сезоне. А мы в этих прекрасных стенах, где совершенно неопыкновенная атмосфера, где намоленная атмосфера, где работают люди все с большим стажем, с большой любовью к этому дому, в самом центре Москвы. Здесь мы завершаем наш цикл, посвященный предстоящему юбилею Московской консерватории. Недавно Московская консерватория подтвердила свой статус лучшего музыкального вуза мира. Вот такой ей подарок к юбилею, к 150-летию со дня основания консерватории. Кафедра современного хорового исполнительского искусства на этих концертах, в этом зале, вам показала только одну грань нашей необыкновенной музыкальной жизни, связанной с консерваторией. Это детское песенное творчество. Ну, пожалуйста. И Большой детский хор, который существует почти 50 лет, скоро будет его 50-летие, Большой детский хор, конечно, такую уплыву взвалил на свои плечи, и многие из вас были свидетелями, как он прекрасно с этим справился. Достаточно сказать, что за два года в этих концертах в зале, в геологическом музее, были представлены около 80 композиторов, но это еще не все. На самом деле этих композиторов в два раза больше. И наш концерт сегодняшний мы открываем, и это естественно, произведением Сергея Сергеевича Прокофьева, чей юбилею приходится на эти дни. В апреле ему исполнилось 125 лет со дня рождения. Его знаменитым фрагментом из оратории Ивана Грозный «Сельдь татарская». В исполнении старшей группы Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова. Приветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Удожительный руководитель и главный дирижер. Заслуженный артист России Анатолий Кисляков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Георгий Журавлев, Дарья Еремина, Анна Мартинкевич, концертмейстеры Татьяна Кирбасова, Анна Кулешова и Наив Маблюба. Итак, слушаем одну из красивейших и сокровеннейших мелодий Сергея Сергеевича Прокофьева, который входит в пятерку самых исполняемых композиторов мира. Слушаем степь татарская. Слушаем степь татарская. Слушаем степь татарская. Слушаем степь татарская. Однажды, когда Сергей Сергеевич концертировал в Америке, его спросили, ну вот как вы такой вот уродились, вот такой музыкальный, такой гениальный. Он ответил очень просто. Он сказал, когда моя мама ждала моего появления на свет, она целыми днями сидела за роялем и играла самую красивую музыку. Поэтому мне пришлось стать музыкантом. Друзья, у нас в зале сегодня присутствует человек, который аж в 1952 году участвовал, как учащийся в Московском хоровом училище, в исполнении оратория Сергея Сергеевича Прокофьева «На страже мира», которая была удостоена Сталинской премии первой степени. Это профессор Московской консерватории, народный артист России, представитель музыкальной династии, в которой четыре поколения музыкантов и три поколения учились в Московской консерватории. Два из них, Владислава Германовича и его дочь, преподают в Московской консерватории. Итак, я предоставляю слово Владиславу Германовичу Агафонникову. Дорогие друзья, я, честно говоря, не знаю, о чем говорить, потому что воспоминаний много. Жизнь была довольно продолжительная, я так считаю. Вот, и то, что мне посчастливилось учиться в правом училище, и то, что в это училище, когда Свежников был ректором Московской консерватории, приезжала вся профессора Московской консерватории, там были и Гаусс, и Гиллес, и Ойстрок, и Куншевицкий, все выдающиеся музыканты приезжали там у нас, по пятницам было такое у нас, ну, как бы, маленькая встреча с выдающимися профессорами. Вот, и... приезжал в училище и Прокофьев. Дело в том, что партия, хоровая партия, которую он написал для детского хора, тогда детских хоров, таких, как сейчас, нет, не было, было единственное хоровое училище. И когда Прокофьев приехал, отравленная петиция, и мы спели ему первую, там, у Субборного суббета, он Палхимуда первую иконку, он стоял так ошалелый, обалделый, неужели это возможно спеть? Потому что он написал так, он писал, что это довольно сложнее. Иногда даже фортепиано в своих сочинениях, он, ну, проявлял какой-то такой пассажик писал такие, что, в общем-то, и только ему удалось это играть. Вот. И вместе с араторией, которую держал, кстати, Самосуд, был такой выдающийся режим. Вот. И в этот же год Прокофьев получил в салинское время третью степень за музыку суета плавали, зимний костер. Это такая детская, в общем, суета, где хор участвовал там в одной части, а в самом это все оркестровый музыкальный. Вот. Прокофьев был необычайно требовательный не только к себе, но и к словноцам. И то, что он дал такую высочайшую оценку хору, и свержников был очень доволен. И еще я видел, виделись мы яскость, естественно, Прокофьев был в зале, когда было исполнение этой анатолии. Вот он уже на сцену выходить не мог, и мы тогда не мог. Вот он просто поднялся, а дед он был всегда сыгрышем. Он был очень такой модный всегда. И что я хочу сейчас сказать? Ну, у нас в училище была замечательная обстановка. Мы там с утра, и вот то, что Виктор Сергеевич Попов там, анатолийский, сами воспитывали хоровое училище. То есть, пройдя вот эту школу музыкального воспитания, потому что там мозг изучал крупные, так сказать, сутки. У нас получалось такие предметы, как софет, у нас были каждый день. И мало того, у нас был такой педагог, который я, Николай Ваша семья, наш Сина там лучше, он ставил отметки за каждое проявление. Вот диктант написал, это самый метод, там пропел, что-то опять-таки, у каждого из учеников было там по 5 метод каждого. Вот. Ну, чему я думаю? Я говорю, что вот та культура, то отношение к музыке, которое было воспитано, воспитывалось в втором училище, оно передано изначально и хору, большому хору ради, детскому хору ради. Через Попову, через Кослякову, это живая наша история, живая музыка. И то, что сейчас существует такой коллектив, это большое счастье для культуры России. Потому что в этом проявляется, это, во-первых, непрофессиональная музыка, то есть профессиональная, в самом высоком смысле слова, но это люди, которые, они музыкой занимаются как любители. И то, что у них такая большая любовь, потом они, кто-то из них становится музыкантами, оттуда и нет. Но, еще раз я хочу сказать, что музыка не боит творчество. А творчество нужно любой профессии. Поэтому, те, кто занимается музыкой в детстве, я привозил пример, Субор, пел, после завтрака целый час у него был пас, как он сказал, и он пел партию из концерта Барганского. Целый час. А так он, 7 часов, а потом нашел, ну, распел. Вот. Ну, Эйнштейн, вы знаете, он занимался на скрипке. Правда, как кто говорил, ему, что какой же ты ученый, ты до трех читать не умеешь, там, да, кто угодно. Короче говоря, музыка, она помогает людям разъебать какие-то непонятные вот, мы сговорим, там, извилины, которые делают, и, в общем, из человека мудреца делают, из человека ученого делают, изающего человека. Вот. И я от души поздравляю всех тех, кто здесь сегодня на сцене стоит, к замечательному празднику ученого открытия и себе. И думаю, что то искусство, которое они получают участь, или принимают участие в первом пении, на входе, это большое музыкальное испытание, вот, и то, что они принесут свою музыкальную, так сказать, музыкальную энергию, и в дальнейшем будут передавать ее другим и на план развития культуры нашей особенности. Друзья, 18 мая Владислав Германович Агафонников отмечает день рождения, это будет юбилейный день рождения, и всех вас мы сегодня приглашаем в Большой зал консерватории пятницу на его авторский вечер, что? Да, 20 мая на его авторский вечер, где будут фрагменты музыки разных жанров, и вы увидите, какая у нас богатая музыкальная культура, а вас, Владислав Германович, хоть этого и не делает, но мы все-таки поздравляем с наступающим юбилейным годом. И вот всем, и вам, и нам, Владислав Германович, маленький подарок песни Владислава Агафонникова «Отчизна» на стихи Диамида Костюрина исполняет старшая группа Большого детского хора дирижер Анатолий Кисляков. Солистка Надя Канакина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как синела в той песне Россия, Как светилась мыльная ручка. Я иду по отчизне любимой, Породи моего в стороне. Не полез, не молись, а ты и львов, Не забудь, не знаю, о вечне. Не встречала цветов я красивей, К их росинкам всем сердцем пришлёшь. Всё, про что нас далась Россия, Всё пройдёт, останется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова Хочется, чтобы вы все их видели, они большие молодцы, как они сегодня репетировали, как им очень хочется выступить перед вами, да, как это делают большие артисты, потому что они действительно уже артисты. Владимир Леонидович Живов, композитор, фанат и фанатик хоровой музыки, более 50 лет посвящает этому жанру, преподает в Московской концерватории, организатор бесчисленных хоровых фестивалей, то студенческая Москва, то хоровая Москва и еще многих-многих других. И вот, наконец, сегодня мы вас познакомим с этим композитором, и сделает это подготовитель группы большого детского хора. Владимир Живов, проноги осьминога, стихи Роберта Мухи. Дирижер Дарья Еремина, концертмейстер Наиль Маблюда. Так, проноги мы стоим вторым номером, а первым номером будет обыкновенная история. Также композитора Владимира Живова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Друзья, у нас сегодня у каждого есть возможность проверить, насколько справедливы утверждения современных психологов и психиатров, которые настоятельно рекомендуют взрослым как можно больше общаться с детьми. И знаете почему? Потому что, я не придумала это точно научное утверждение, дети, особенно в маленьком и среднем возрасте, получают энергию прямо из космоса. А мы с вами ее получаем из еды, из прогулок, из общения, в том числе и с этими детьми. То есть на 100% наши дети это готовые, заряженные, хорошо заряженные батарейки. Проверим сегодня, продолжим этот экзамен. На сцене появляется младший хор, младшая группа большого детского хора. Приветствуем! И опять новое композиторское имя. Георгий Петрович Дмитриев. Мне этот человек очень дорог, потому что, когда я работала в Союзе композиторов, он был моим начальником. Он возглавлял Московский Союз композиторов. Человек очень умный, очень серьезный. И пишет очень сложную музыку. И именно Виктор Сергеевич Попов, чей имя носит Большой детский хор, уговорил Игоря Петровича писать для детей. И вот давайте посмотрим, как у композитора Дмитриева это получилось. Чаревуха. Стихи Сергея Есенина. Исполняет младший хор, Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова. Дирижер Анна Марцинкевич. Концертмейстер Анна Кулешова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И ветки золотистые, что кудри завела. Другом раз обед ряная, болтает по коре. По нею зелень пряная, сияет в серебре. ПЕСНЯ 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 Садовник, солист Давид Романов. ПЕСНЯ А может быть, покажет, сейчас покажет нам, Как делают прически с деревных важных львов. Но мимо-мимо клеток куда-то он спешит, Ждет львовая оленя, приветливать шуми. Ведь в луке дает неприимые глаза, Он делает прически с деревьями в кустах. Ну, вы поняли, конечно, в детском мире Садовник – это парикмахер лесов, полей, рукопов и так далее. Вот такая прелестная песенка. Продолжаем наш концерт. Новое композиторское имя. Мне очень грустно, что вот это композиторы, Которых я лично знаю, И они по телевизору и по радио не звучат, А музыка такая прекрасная. Валерий Киптаг. Я как-то его спросила, Что значит ваша фамилия и какая она? Он долго не признавался, а потом сказал, У меня мама русская, а отец – Балах. Вот есть такая, была такая национальность. Валерий Киптаг – один из уцелевших, Когда-то существовавшего государства Балахия. Может быть, поэтому он такой разнообразный, Прекрасный композитор, Которого очень много исполнял Пиктор Сергеевич Паков. И сейчас мы услышим его детскую песенку Старичок и Савичок На стихи его друга Виктора Татарина. Старичок и Савичок Старичок и Савичок Старичок Уснул давно. Друга сплачет, друга плачет, Друга просится до окна. Вернут двери, вернут люди, Никогда весны не будет. Старичок и Савичок Старичок и Савичок Субтитры создавал DimaTorzok И опять новое имя, да еще какое, Тимур Абрасуилов, воспитанник большого детского хора, пел в младшей группе, потом поступил в хоровое училище, потом в консерваторию, и сейчас замечательный композитор, пишет музыку, пульт фильмов, документальный фильм, уже около 17 фильмов он сделал. По просьбе Виктора Сергеевича Попова стал писать в духовную группу и очень в этом преуспел. И вот слушаем его песенку, песенка-минутка на стихи Абрасуиловой, то ли жена, то ли сестра, не знаю, но это Тимур Абрасуилов, самый молодой из композиторов, который сегодня исполняет большой детский ход. ПЕСНЯ 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 Друзья, было бы несправедливо, если бы присутствие живого классика Владислава Германовича Афонникова ограничилось всего не только одним произведением. Нет, мы продолжим вас знакомить с его творчеством, и это сделает средняя группа Большого детского хора, она появляется на нашей импровизированной сцене. Приветствуем их! Это уже будет другая, более высокая ступень детского хорового мастерства. Я не ошиблась, именно слово «мастерство» стоит отнести к этим детям, и вы это, конечно, сами видите, слышите и чувствуете. Владислав Афонников. Стрихоза. Вот такая неожиданная песня нашего профессора. Исполняет средняя группа Большого детского хора, дирижер Георгий Журавлев, концертмейстер Анна Кулешова. Простите, я сказала самое главное, что солисты Лиза Толокотникова и Маша Асау. Большое distribute зацpe миру. Простите, я беру хор. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Ну, а я тебе скажу, что когда я однажды на конкурсе услышала «Утренний канон», я поняла, что у этого человека, композитора, нельзя не любиться. Так и случилось. И вот до сих пор не будет любить. Томас Карганов. Стихи Александра Бланка. «Утренний канон». Ласковой и нежно солнышко греет. Далеко-далеко море синеет. Разбуди веселый горь, тишину зеленый горь. Тру-ру-ру, тру-ру. Ласковой и нежно солнышко греет. Далеко-далеко море синеет. Разбуди веселый горь, тишину зеленый горь. Разбуди веселый горь, тишину зеленый горь. Ласковой и нежно солнышко греет. Далеко-далеко море синеет. Разбуди веселый горь, тишину зеленый горь. Разбуди веселый горь, тишину зеленый горь. Ласковой и нежно солнышко греет. Далеко-далеко море синеет. Далеко-далеко море сильнее, Разбуди веселый гор, тишину зеленую. Блестяще, блестяще. Спасибо. Спасибо. Очень непростое произведение, справились замечательно. Ну, продолжаем вас удивлять и радовать. Сейчас мы переходим к творчеству Марка Минькова. Большой детский хор. Три года назад, когда исполнился год со дня смерти Марка, безвременной смерти, Большой детский хор посвятил ему целый концерт в Доме композита. Может быть, кто-то из вас там был? Но, тем более, второй раз порадуется, послушав детскую музыку Марка Минькова. Ну, вы знаете, что он писал Лялу Бугачеву и очень много песен. Он автор гимна милицейского из сериала «С детстве ведутся на таких». В общем, очень интересный композитор, кончил консерваторию, учился Владислава Германовича Агафонникова. И у вас. Я прочла, что и у вас. Вы тоже учили его, да. Итак, Марк Миньков. Где водятся волшебники? Стихи Юрия Эйтина. Царисты. Даяна Ауини, Агата Бурдейная, Алиса Кохлова и Женя Степанова. Исполняет средний ход. Агата Бурдейная, Алиса Кохлова и Женя Степанова. Стихи Юрия Эйтина. 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 Обязательно узнаем имена солистов Гоша Осип и Катя Ермакова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Друзья, к сожалению, только одной песней, с одной песней Юлия Чичкова мы вас сегодня познакомим, но иначе будем до вечера здесь уже будет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Друзья Георгий Журавлёв Армейстер Концертмейстер Анна Торешева Аплодисменты Спасибо, друзья Высочайший уровень Аплодисменты Спасибо Аплодисменты Спасибо Аплодисменты Аплодисменты Самые мастеровитые Самые виртуозные Самые интересные Участники Большого детского хора Он будет выступать под управлением Анатолия Кислякова Которому Виктор Сергеевич Из собственных рук Передал Рождённый им Большой детский хор И Анатолий Львович Надо сказать Завидным Постоянством Упорством И терпением Формирует Новое поколение хора Обеспечивая ему Вот такое Вечное движение И вечную радость Которую они нам несут Надо сказать Что когда-то у нас было Очень много хоровых коллективов И среди них Выделялись Наряду с Большим детским хором Которым руководил Виктор Сергеевич Ещё Очень большое внимание Интерес публики Вызывала Хоровая студия Пионерия Которой руководил Ныне покойный Тоже Георгий Струга Потрясающий конечно Подвижник хорового искусства И детского творчества Они даже Были такими Творческими Конкурентами Хор Попова И Студия Струга Ну вот Сейчас они Вот В единстве Будут Звучать Потому что Старшая группа Большого детского хора Открывает Своё выступление Песни Георгия Струга Моя Россия На стихи Никиты Соловьёва Дирижёр Заслуженный Артист России Анатолий Кисбков Концертмейстер Татьяна Кирбасова Моя Россия Татьяна Татьяна ПЕСНЯ 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 одну из прекраснейших колыбельных песен из музыки-кинофильма «Кусарская баллада» в стихе Александра Гладкова. Аплодисменты. 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 И опять справедливое решение старшей группы большого детского хора, оно заключается в том, что они взяли для сегодняшнего концерта детскую песню Александра Цфасмана. Вообще, я ничего вам про него рассказывать не буду, иначе нам придется здесь ночевать. В этом году ему исполнилось бы 110 лет. Вот старшее поколение, наверное, знает имя этого композитора, потому что он основоположник советского джаза. А детские песни писал, ну потому что все его друзья-композиторы писали песни, он решил тоже не отставать. И вот сейчас мы познакомимся с этой песенкой «Стучат колеса» на стихи Агнии Бартова солистки Ксения Малышева и Катя Градова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если бы Геннадий Игоревич Гладков не был тяжело в воле, к сожалению, это да, он бы, конечно, сегодня был с нами, потому что он старается не пропускать исполнение своих произведений, даже таких, казалось бы, легкомысленных, как музыка из его мультфильма, знаменитых мультфильмов, в частности, из мультфильма «Бременские музыканты». Сейчас произвучит песенка друзей на стихи Юрия Энтина. Ничего на свете лучше нету, Чем бродить друзья по белу свету, Тем, кто грушит, не страшны тревоги, Там любые дороги дороги, Там любые дороги дороги. ПЕСНЯ 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 Друзья, сейчас будет просто окей нашего концерта. Ничего не буду рассказывать про Алексея Рыбникова, только скажу, что он тоже учился у Ядислава Германовича Агафонникова в Московской концерватории. У Качатуряна по специальности, и в том числе у вас, да? Вы все знаете этого композитора. Прозвучит его песня «Красные шапочки» из кинофильма про «Красную шапочку». Стихи Юлии Кима. Давайте петь вместе. Я только добавлю, что папы композитора Геннадия Гладкова и Алексея Рыбникова работали в оркестре Александра Сфасмана. И вот три имени мы поставили в программу подряд. Здорово. Если долго, 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 если долго по дорожке, если долго по тропинке, то пусть не хотим бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, верно, то, возможно, можно, можно. Стихи Юлии Кима. 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 Мэйра Арутюня солировала в этом номере. Друзья, если о многих из прозвучащих сегодня композиторов можно было сказать, композитор, пианист, педагог, ну вот как Слава Георгиевич Агакул, ну что делать, я вас так люблю, Слава Георгиевич Агакул, ну не могу, не люблю. То про Александра Бакетченко, с которым вы сейчас познакомитесь и только с одной песней, но с очень яркой, про него можно сказать и пианист, и композитор, и педагог, но еще и актер, он блестящий актер, снимается, играет в театре и в кино, и даже сделал спектакль под названием «Играем с пассоном», где играл самого Александра Спассона. Вот такие у нас переплетения исходят, и такие примочки нашей судьбы. Александр Бакетченко, его однажды Виктор Сергеевич Попов заставил сидеть за рояль и быть концертмейстером. И с тех пор со студентами Московской хоровой академии, хорового училища Александр Бакетченко выступает регулярно. И вы можете видеть по телевизору, когда звезды, выращенные Виктором Сергеевичем Поповым, такие как Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, дают сольные концерты, их показывают по телевизору, то за роялем обычно сидит красивейший из мужчин Александр Бакетченко. Его песня «Парус» на стихе Веры Александровой сейчас будет представлена вашему вниманию солистки Катя Градова и Полина Лисовская. Катя Градова 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 А зима, когда весу доедет, Я небе в огласть и льда, А когда бегом реколючу, Слово одна звезда И шлепку стучат свою ночь. Она прогоняя мочу, Жуд граждан в осень уродля, Краснется с улыбкой ночь, Хочу видеть эту ночь. Услыши вперед от чьей, А то ей поднешься грудь, За память злотою ей И окра на стопе Глава! 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 ẻ Субтитры создавал DimaTorzok Дорога добра. Стихи Юрия Энтина. Из кинофильма «Маленький мук». Солистка Лена Капитанчук. Проси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою направо. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою направо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иди, мой друг, всегда иди дорогою направо. Субтитры создавал DimaTorzok Марк Клинков. Вечный эпипетик. Стихи Виктора Татаринова. Солисты Андрей Карасев и Варя Лисовская. Субтитры создавал DimaTorzok Как часто жесть готовит наши песики. Пока тебе не очень много лет. Субтитры создавал DimaTorzok Вчера учитель нас рассказал на песике. Субтитры создавал DimaTorzok Что он на вечный двигателе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оброчим, только так и надо жить. Субтитры создавал DimaTorzok И я спрошу, когда будет пусть повожди, Субтитры создавал DimaTorzok Пусть взяли послед нас подложим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Я однажды сказала покойному Марку, говорю, Марик, какие у тебя заводные песни, наверное, ты очень любишь жизнь. Он говорит, ты знаешь, скорее всего, это от того, что я родился под звуки салюта на Красной площади. Моя мама это хорошо запомнила. В этот день Москва салютовала по случаю освобождения Киева от немецких захватчиков. Вот такой факт из биографии Марка Менкова. И еще раз слушаем его песню «Да здравствует сюрприз» из телевизионного фильма «Не знай-ка с нашего двора» Стихи Юрия Энтина. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Да здравствует сюрприз» Субтитры подогнал «Симон» 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 Как это получается? Ну вот, учитесь в Московской консерватории. Александра Пахмутова «Мальчишки-бальчиш» Стихи Семена Гребенникова и Николая Добронравова Солисты Андрей Карасев и Илья Алексеев На небе загораются покровые звезды Поют удачу сменам от русско-никогда В полях кусаться вражьи и орудий, как солдат Поют удачу сменам от русско-никогда Не выявить сказка, мальчишки-бальчиш Как птица спорнала, отбей стрелотищ Мальчишки-бальчиш Искучишься, как щеку с отревоженной провода Поверить можно смелым от русско-никогда Ведь поле будет солнышко, как желтая слюда Лучше он сыщет сменам от русско-никогда Не выявить сказка, мальчишки-бальчиш Ведь горды рассветом обедут в рубеж Почи-бальчишки-бальчиш Папара-папа, папара-папа, папара-папа Папар-папар, папара-папа, папара-папа Пусть за огромный игрок хочет поезда Салют почищу смелому от русско-никогда Салют почищу смелому от русско-никогда Орля потому учится летать И салютует шум прибоя, В глазах их небо колумбоне, Ничем орля не испугать. Орлята, будешь залетать! Орлята, будешь залетать! То прямо в саду пламенятый, То камни падая на скалы, И начинает изнепять. Орлята, будешь залетать! И просто спорить с высотой, Ищет труднее быть, не приперепет. То жизнь изрочет не сделала бы больной, И рано там трубить отбой, бой, бой. Орлята, будешь залетать! Орлята, будешь залетать! У нас тревожные горды, Что завтра злее будут шторки, Но что же нам и припекать? Орлята, будешь залетать! Орлята, будешь залетать! То в войне судьбе и серей тихонь, Войне носить к крыльям ссори, Не умирать, а помечтать! Орлята, будешь залетать! И просто спорить с высотой, Ищет труднее быть, не приперепет. То жизнь изрочет не сделала бы больной, И рано там трубить отбой, бой, бой. Орлята, будешь залетать! Орлята, будешь залетать! Ставшая группа большого детского боя, Дирижер Анатолий Безвенков, Конферминистр Татьяна Ярбасова, И мы завершили наш кончерк. Спасибо всем! Мы завершаем сегодня цикл из шести концертов, посвященных композиторам, воспитанникам и преподавателям Московской консерватории. Через три месяца Московской консерватории исполнится 150 лет. В этом цикле мы не смогли охватить всех композиторов, писавших для детей. Их оказалось очень много. Когда мы замыслили этот цикл, думали, что шесть концертов уложимся, а мы, видимо, не уложимся и шестьдесят концертов. Так много музыки для детей написали воспитанники Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Мы благодарим руководство музея за то, что предоставили нам такой замечательный зал для проведения этих концертов. Мы благодарим всю нашу публику, которая приходила и тепло приветствовала все группы нашего города. Мы также благодарим всех композиторов и профессоров Московской консерватории, которые выступали перед каждым концертом. Вы помните, первый концерт открывал Владислав Гердович Агафонников. Он же сегодня выступил и на последнем шестом концерте. И, конечно, наша глубокая благодарность Галине Поликарту Тюриной, которая так замечательно провела весь этот цикл. Друзья, давайте поблагодарим хозяйку этого дома и нашу замечательную соратницу Елену Леонидовну Боисееву, советника по культуре, директора Геологического музея имени Германовского. А на этом вы не знаете. Дорогие юные артисты, дорогие педагоги, хормистеры, родители, мы всегда рады видеть вас в нашем музее. И мы предоставляем вам возможности даже не один зал, а два зала, чтобы дети себя чувствовали комфортно, чтобы они могли переодеться и отдохнуть в семейной дороге. Ну что мне хочется сказать? Впереди это. Мне хочется пожелать всем юным артистам, педагогам и вам, дорогие родители, чтобы вы набрались сил, чтобы вы берегли друг друга, чтобы набрались вдохновения, и это чтобы был стимул для наших новых встреч. Спасибо вам большое. Наша дверь всегда для вас открыта. Сегодняшний концерт мы открыли музыкой Сергея Сергеевича Прокофьева. Музыка этого композитора мы и закончим. Цикл мы всем вам и в особенности Бориславу Германовичу Агабонику в преддверии его большого, крупного юбилея пожелания «Многое лето». Прокофьев «Многое лето» из оратории Иван Гроз. Многое лето, многое лето, многое, многое, многое лето, Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ